Сегодня мы будем рассматривать вторую главу Хорстона «Метафизика и математика в произвольных объектах». Вторая глава называется «Метафизика математики». Данная глава посвящена преимущественно рассмотрению вопросов методологического характера. Собственно, Хорстон в этой главе очерчивает контуры того методологического подхода, который он собирается использовать в дальнейшем в рамках данной работы. Структура главы включает в себя семь параграфов. Первый параграф «Методология философии и математики» здесь представляется стандартная методология, которая на сегодняшний день является наиболее распространённой, используется в философии и математике. Второй параграф про квитизм. Там рассматриваются альтернативные подходы к философии и математике. В общем-то, наверное, нет смысла особенно заранее структуру главы подробно рассматривать, и просто я предлагаю перейти к содержанию первого параграфа, ну и всё станет ясно. Значит, да, первый параграф «Методология философии и математики». Хорстон начинает с описания стандартной методологии, на которую опираются те, кто, собственно, сегодня занимается философией и математики. В соответствии с этой стандартной методологией, вся совокупность математических знаний рассматривается философами математики в качестве некой данности. Ну и эта данность представляет собой совокупность математических теорий. Например, арифметики, анализы теорий множества, такие самые стандартные теории, которые включаются, или которые упоминаются как включённые в данную совокупность. Эти теории развиваются математиками, а математики развивают эти теории, производя внутри них какое-то новое математическое знание, которое имеет форму определений, доказательств и теорем. Также к математическому знанию можно отнести разного рода неформальные высказывания самих математиков относительно математических теорий, их взаимоотношений и содержания. Этот стандартный распространённый методологический подход является прямым наследником квайновского научного натурализма, в соответствии с которым задача философа сводится к тому, чтобы пытаться придавать философский смысл имеющимся у нас наилучшим научным теориям. При этом философ не имеет права подвергать сомнению сами эти теории или части этих теорий. И, соответственно, философы математики в духе научного натурализма Квайна тоже считают своей задачей заниматься приданием философского смысла наилучшим математическим теориям из тех, что у нас имеются. И, соответственно, философы математики воздерживаются от того, чтобы подвергать сомнению эти теории или отдельной части этих теорий. При этом в духе натурализма лучшими математическими теориями считаются те теории, которые играют ключевую роль в естественных науках или являются неустранимыми из естественных наук, то есть которые составляют ядро естественных наук. Хорстон выделяет два основных философских вопроса, которые возникают в рамках философии математики, использующих вот этот стандартный метабологический подход, ну и в принципе. Первый вопрос. О чем говорят математические теории? Второй вопрос. Каким образом или как мы получаем математическое знание? Первый вопрос является метафизическим, второй вопрос является эпистемологическим. И ответы на эти вопросы зависят от того, что именно математическое сообщество относит к фактам, которые принадлежат математике или относятся к математике. Например, очевидный ответ на второй эпистемологический вопрос, то есть вопрос о том, как мы получаем математическое знание, можно найти в самой математической практике. Согласно математической практике, математическое знание приобретается путем математического доказательства. Это очевидный ответ, но этот ответ, согласно Хорстону, имеет свои нюансы и влечет в целый ряд проблем. Например, какие это могут быть проблемы. А математическое доказательство определяется как рассуждение, в котором математические факты выводятся из базовых математических аксиом некоторым логически общезначенным способом. С точки зрения ли со стороны логики вообще имеется какой-то более-менее устоявшийся консенсус относительно того, какие логические законы и принципы следует считать общезначимыми. И также есть консенсус относительно того, почему эти логические законы и принципы являются общезначимыми. Ну, в частности, потому что они сохраняют истинность. Но со стороны математики такого консенсуса не достигнуто, и поэтому нет согласия относительно того, что является базовым перечнем математических законов и принципов, а именно относительно перечня базовых математических аксиом. И нет также согласия относительно того, вообще можно ли составить такой перечень. И также нет согласия относительно того, что именно обосновывает наше убеждение в истинности базовых математических аксиом. С такими проблемами сталкивается очевидный ответ на эпистемологический вопрос. Но эти проблемы Хорстона, как он сам пишет, не интересует, поскольку в данной книге его преимущественно интересует метафизический аспект философии, математики. И, соответственно, Хорстона преимущественно интересует первый метафизический вопрос. О чем говорят математические теории? На этот вопрос, говорит Хорстон, тоже можно дать прямой ответ. Прямым ответом на метафизический вопрос является следующий ответ. Математика говорит о множестве разнообразных типов вещей. Например, о разных типах чисел, о пространствах, об алгебрических структурах, о множествах, отображениях, алгоритмах, графах и т.д. Опять же, как было с эпистемологическим вопросом, такой прямой ответ на метафизический вопрос тоже сразу увлечет за собой целую кучу антологических вопросов. Например, какова природа всех этих объектов? Являются ли эти объекты или какие-то из них фундаментально схожими между собой по своей природе? Все ли эти объекты на самом деле являются объектами? Имеются ли между некоторыми из этих объектов отношения антологической редукции? И т.д. Многие философы математики скажут, что такой прямой подход к ответу на вопрос о предмете математики ведет в тупик, и что метафизические вопросы о предмете математических теорий связаны с вопросами о значении утверждений, которые принадлежат этим теориям. При этом вопрос о том, какая из логических систем позволяет дать наиболее правильный анализ структуры утверждений математических теорий, тоже может иметь разные ответы. Но в целом общий смысл всех этих позиций заключается в том, что в их фокусе оказываются разные вопросы семантической редукции. Например, можно утверждать, что значение математических терминов можно определять только с помощью терминов физики и модальных понятий. Тогда в качестве предмета математики будут рассматриваться возможные физические объекты, свойства и отношения. Но такой подход, в котором прямая грамматическая структура математических высказываний не принимается всерьез и приоритет отдается некой глубинной грамматической структуре математических утверждений, тоже не лишен проблем и недостатков. После того, например, как математический дискурс семантически редуцируется, например, в дискурсу о возможных физических объектах, метафизические вопросы не исчезают, как на то надеются те, кто прибегают к такой редукции. Они всего лишь, то есть эти метафизические вопросы, всего лишь перекочуют в новую предметную область. Например, вопрос о природе математических объектов трансформируется в вопрос о природе модальности и так далее. Все зависит от того, какой конкретно способ редукции мы выбираем и к каким объектам, сущностям или понятиям мы редуцируем исходные предметы, сущности или понятия. Как отмечает Хорстон, многие современные метафизики общего профиля по сравнению со своими предшественниками гораздо менее склонны мириться со значительными расхождениями между поверхностной грамматической структурой научных утверждений и глубинной грамматической структурой научных утверждений. Читайте, метафизики общего профиля, наоборот, все более и более склоняются к тому, чтобы пренебрегать вот этим этапом анализа значений и склоняются к тому, чтобы осуществлять прямой переход от научных утверждений к метафизическим вопросам. То есть метафизически анализируются те сущности, которые мы схватываем при поверхностном анализе грамматической структуры научных утверждений. При этом Хорстон отмечает, что философы-математики проявляют своеобразную косность в этом вопросе, поскольку они до сих пор крайне неохотно следовали этой тенденции. И большинство современных метафизических теорий математики все еще содержат очень существенный компонент, который связан с теорией значений и с анализом грамматики математических высказываний. Следующий, второй параграф главы посвящен вопросу квеетизма. В начале данного параграфа Хорстон очерчивает стандартную структуру современной аналитической метафизики. Делает он это вслед за Китом Файном, который, собственно, был первым, кто такую структуру обнаружил. Значит, вслед за Файном Хорстон выделяет в стандартной современной аналитической метафизике две основные части. Первая часть – это антология, вторая часть – это, собственно, метафизика. Целью антологии является ответ на вопрос о том, что существует, а цель, собственно, метафизики, заключается в том, чтобы исследовать природу того, что существует. И обычные стандартные метафизические исследования в соответствии со следующим порядком. Сперва решаются вопросы о существовании, а уже затем исследуется природа того, что считается существующим. То есть антология предшествует собственной метафизике. То есть порядок исследования соответствует вот этой нумерации, которая на слайде представлена. И такая последовательность обоснована допущением или тезисом о том, что у того, чего не существует, не может быть и природа, которую можно было бы исследовать. Что вполне соответствует нашим интуициям. Такой способ строить метафизическое исследование, начинать с антологии и только затем переходить к собственной метафизике, Файн и вслед за Файн и Хорстен называют традиционной метафизикой. Описанный в предыдущем, в первом параграфе, стандартный методологический подход, который используется в рамках философии математики, как раз коррелирует с традиционной метафизикой, с представленной последовательностью осуществления метафизического исследования. То есть сначала определяется, что включает в себя мир математических объектов, а уже затем исследуется природа этих объектов. Однако Хорстен отмечает, что не все философы считают такой подход уместным, и Хорстен перечисляет целый ряд крупных фигур, которые считают такой традиционный подход к построению метафизического исследования неудобным. И среди них Хорстен упоминает Карнапа, Бёрджеса, Хайдигера, прости господи, Файна, Фирабента, Тейта и Мэдди. Ну, Карнап, собственно, идейный вдохновитель всех остальных, насколько я понимаю, или насколько Хорстен пытается это представить, всех остальных перечисленных фигур. Карнапа здесь прежде всего интересует Хорстена с его идеей развлечения внутренних и внешних вопросов в рамках языковых каркасов. Да, Хорстен приводит довольно много цитат Карнапа в данном параграфе, и в этих цитатах проясняется суть данной идеи Карнапа, но я думаю, что это все довольно известные вещи про развлечения внутренних и внешних вопросов. Обычно все очень хорошо осведомлены, так что я на подробностях останавливаться не буду. Просто скажу, что основная суть заключается в том, что внутренние вопросы Карнапа предлагает считать осмысленными, а внешние вопросы бессмысленными. Значит, Бёрджес здесь является последовательным Карнапа, а у Бёрджеса есть концепция прагматической аналитичности, которую Хорстен упоминает. Эта концепция в сущности является прямым развитием позиции Карнапа, собственно, как и концепция всех остальных авторов в данном перечне. Бёрджес называет прагматически аналитическими как раз вот эти Карнаповские внутренние вопросы. Согласно Бёрджесу вопрос является прагматически аналитическим. Если любому, кто не согласен с тем ответом, который на этот вопрос дает теория, проще использовать какой-то другой термин для обозначения какого-то из понятий, которые содержатся в этом вопросе. В общем, смысл позиции Бёрджеса в кратком изложении. Хорстен упоминает Хайдиггера с его тезисом о том, что все утверждения метафизики являются осмысленными только в теологическом контексте. И что они не имеют, собственно, никакого иного интересного содержания. И, соответственно, Хайдиггер отождествлял метафизику с онтотеологией. Больше ничего интересного у Хайдиггера Хорстен не находит. Файн, да, только это не Кит Файн, а Артур Файн, тоже развивал аналогичную идею. И он, в частности, стремился показать бесполезность спора между реалистами и антиреалистами. И пытался показать приоритет и самодостаточность науки. И наставил на том, что науке не нужны никакие метафизические интерпретации. Фи Раббент тоже входит в перечень, который представляет Хорстен. Фи Раббент, понятно, пытался демонстрировал неприятие любых попыток обнаружить общую рациональную структуру эволюции научных теорий. То есть данная позиция Фи Раббента тоже указывает на то, что какие-то дополнительные внешние осмысления научных теорий не имеют никакого смысла, и что смысл имеет только то, что происходит, собственно, внутри самих этих научных теорий. Также Хорстен напоминает Тейтон с его попыткой показать бесполезность спора между платонистами и антиплатонистами в рамках философии и математики. И здесь Хорстену также интересен тезис Тейта о том, что вопросы о существовании математических объектов должны решаться исключительно внутри самой математики и средствами математики. Ну и, наконец, Хорстен упоминает Мэдди. У Мэдди, по сути, точно такой же тезис, что и у Тейта. Значит, все перечисленные вот эти семь позиций не являются, как отмечает Хорстен, позициями против философии или позициями против любой философии. Однако все эти философы так или иначе поощряют других философов держаться как можно ближе к внутренним вопросам, и все они решительно выступают против традиционного метафизического подхода к вопросам философии и математики. И все эти перечисленные позиции Хорстен как раз и характеризуют как квиетистские позиции в философии и математике. То есть это все есть квиетизм. В следующем, третьем параграфе, который называется «Наивная метафизика и фундаментальная метафизика», Хорстен рассматривает еще один подход к построению метафизики. Это подход, который впервые был предложен Китом Файном, и в центре этого подхода лежит альтернативный принцип разбиения метафизики на подотрасли. В соответствии с этим принципом в метафизике выделяются две подотрасли, это «Наивная метафизика и фундаментальная метафизика». Ну и вот такой принцип разбиения метафизических исследований на структурные элементы Хорстен называет «файновской метафизикой». Далее Хорстен последовательно разбирает каждую из этих двух отраслей метафизики. Что такое «Наивная метафизика»? «Наивная метафизика» — это метафизическое исследование того, как нам представляется природа мира. В рамках «Наивной метафизики» мы принимаем то, как вещи или свойства или отношения предстают перед нами, и мы принимаем вот этот способ вещей представать перед нами, как бы зачистую монетку. То есть наше отношение к метафизическим феноменам наивное. Хорстен отмечает дополнительно, что это исследование не является исследованием нашего опыта реальности, оно также не является исследованием наших концепций реальности. Это наивный, такой специфический наивный подход к самой реальности, к реальности, как она есть. То есть в «Наивной метафизике» метафизические утверждения рассматриваются как относящиеся непосредственно к исследуемой предметной области, а не как относящиеся к нашим отношениям с этой предметной областью. Соответственно, наивная метафизика предполагает, что мы занимаем антискептическую, антикритическую позицию. Вот, собственно, поэтому такой способ вести метафизическое исследование получает название «наивной метафизики». То есть мы должны занять такую наивную точку зрения. Ну и также с точки зрения наивной метафизики теряют всякий смысл вопроса антологической редукции, они тоже особенно наивной метафизике неинтересны с точки зрения Файна. Вместе с тем наивно-метафизические концепции все-таки могут быть ошибочными. Почему? Потому что, как отмечает Хорстон, вслед за Файном, существует реальная возможность того, что природа некоторых вещей представляется нам не такой, каковы эти вещи на самом деле. Таким образом, к метафизике оказывается применимым различие между видимостью и реальностью. Так, это что касается наивной метафизики. Что же такое фундаментальная метафизика? Фундаментальная метафизика как раз занимается вопросом о том, соответствуют ли то, как вещи представляются нам, тому, каковы они на самом деле. И если да, то в какой степени это соответствие имеет место быть. В этом смысле фундаментальная метафизика оказывается довольно близкой к антологической части того, что Файн называл традиционной метафизикой. При этом фундаментальная метафизика в противоположность наивной метафизике отнюдь не является наивной по своей природе, поскольку она как раз требует критического подхода. К ней применимы скептические подходы. И также для фундаментальной метафизики с точки зрения Файна большое значение имеет антологическая редукция или вопросы антологической редукции. Хорстон отмечает, что согласно Файну существенное значение имеет то, чтобы наивная метафизика всегда предшествовала фундаментальной метафизике в порядке проведения метафизического исследования. Поскольку если мы пропустим этап наивного метафизического исследования и от утверждений о существовании, которое мы получили некоторым натуралистическим методом конкретной науки, сразу перейдем к фундаментальному метафизическому исследованию, то мы рискуем упустить из виду какие-то важные метафизические следствия, ограничения, требования, результаты или аспекты исследованных явлений. Например, если мы сразу же займем редукционистскую позицию относительно определенного типа сущностей, то различные важные метафизические требования, которым должны удовлетворять адекватные концепции, даже не окажутся в фокусе нашего рассмотрения, что, безусловно, будет существенным упущением, поскольку мы можем потерять какие-то важные критерии, адекватности концепций, о которых мы черпаем из неудачных концепций в том числе. В следующем параграфе Хорстон пытается обосновать тезис о том, что фундаментальная метафизика, в принципе, наверное, совсем не нужна. Та параграф называется только наивная метафизика. «Занимаясь наивной метафизикой в смысле файна, пишет Хорстон, мы откладываем на потом вопрос о том, существуют ли в реальности предметы нашего исследования. С точки зрения Хорстона совершенно нет ясности относительно того, имеют ли хоть какой-то смысл вопросы фундаментальной метафизики, то есть вопросы о том, существует ли предмет нашего исследования на самом деле. И, соответственно, в этой связи Хорстон вытягает предположение, ну или скорее на самом деле тезис, о том, что фундаментальная метафизика вообще не играет никакой роли. Как Файн, который предлагает разделение на наивную фундаментальную метафизику, обосновывает важность фундаментальной метафизики? Файн строит свое обоснование важности фундаментальной метафизики на различии между тем, что представляется имеющим место, и тем, что на самом деле имеет место. Однако, имеет ли это различие между видимостью и реальностью хоть какой-то смысл в контексте метафизики? Хорстон далее пытается показать, что это различие в контексте метафизики не имеет смысла. Хорстон исходит из того, что квитистская критика антологии науки, в частности физики и математики, по существу является верной. Что касается физики, то физика действительно в истории своего развития формулировала и разрабатывала связанные когерентные теории о сущностях и свойствах, которые впоследствии оказались несуществующими. В качестве примеров таких сущностей и свойств Хорстон приводит магнитные монополии, эфир, жизненные силы, ну и можно вспомнить, наверное, еще ряд каких-то других подобных физических выдумок. Таким образом, для физики действительно существует тот смысл, который является внутренним для физики и в котором можно говорить, что нечто представляется имеющим место, но при этом не имеет места в действительности. То есть для физики различие между видимостью и реальностью имеет реальный смысл. И это различие может быть обнаружено эмпирическим путем. Однако здесь Хорстон прибегает к аналогии между метафизикой и математикой. В истории математики примеров, демонстрирующих реальность, различие между видимостью и реальностью, в математике таких примеров не обнаруживается. Да, пишет Хорстон, конечно, в математике не раз вводились сущности, которые оказывались внутренне противоречивыми. Например, какие-то виды больших кардиналов, типа кардиналов Рейнхарда, множество всех множеств, не содержащих себя и так далее. Однако в математике вообще и в теории множеств в частности разница между возможностью существования каких-то объектов и собственно существованием этих объектов размывается предельным образом. А вот, например, для тех, кто занимается теорией множеств, считать, что некоторый определенный тип больших кардиналов может существовать, это на самом деле то же самое, что считать, что кардиналы этого типа действительно существуют. И такой принцип работает, наверное, с точки зрения Хорстона для большинства математических объектов. Таким образом, даже если мы примем квитистскую позицию в отношении метафизики, физики и метафизики-математики, то мы не найдем никакого важного различия. Точнее, наоборот, мы найдем между последними очень важное внутреннее различие. И это различие связано с методологическими различиями между самой физикой и математикой. Так как мы уже, как Хорстон уже показал выше, физика руководствуется преимущественно заключениями к наилучшему объяснению эмпирических данных, в математике ситуация иная. И хотя в математике действительно такие объяснения играют некоторую важную роль, например, при поиске новых аксиом, однако эта роль прежде всего заключается в поиске свидетельств согласованности новых аксиом с тем, что мы уже знаем. И таким образом, с точки зрения математики, согласованность теории и существование объектов этой теории – это, в принципе, одно и то же. Согласно преобладающему в аналитической философии мнению, которое Хорстон не разделяет, метафизика в этом отношении близка физике, а математике не очень близка. То есть в метафизике существует разрыв между согласованной видимостью и реальностью. Однако, нет, эта точка зрения, согласно Хорстону, по-прежнему широко распространена в метафизике. И это связано, например, с активным использованием современными метафизиками абдуктивного метода. И Хорстон приводит несколько фигур крупных метафизиков, которые следуют этому методологическому принципу, то есть которые считают, что метафизика ближе к физике, чем к математике, и что в метафизике существует разрыв между видимостью и реальностью. Среди таких фигур Хорстон приводит фигуру Дэвида Льюиса. Льюис как раз следовал методологическому принципу, согласно которому наиболее рационально предпочтительной является та метафизическая теория, которая лучше всего объясняет данность, и которая при этом является самой простой. Аналогичного принципа придерживаются другие метафизики, например, Сайдер и Вильямс. Однако сам Хорстон эту точку зрения отвергает и пытается сформулировать альтернативную точку зрения. Хорстон утверждает, что метафизика не является интерпретацией предметных областей других наук. То есть метафизика, по сути, представляет собой самостоятельную и самодостаточную дисциплину, которая существует наряду с эмпирическими науками и с математикой. Даже несмотря на то, что объектами теоретизирования метафизики иногда выступают физические и математические сущности и объекты. И поэтому метафизика, и в частности метафизика математики, в принципе, не должна заниматься поиском ответа на вопрос, каков на самом деле предмет математики. Хорстон в этой связи предлагает различать внутренние и внешние вопросы метафизики по аналогии с тем, как мы можем различать внутренние и внешние вопросы всех остальных наук. И в этом смысле внутренними вопросами метафизики должна заниматься наивная метафизика. Наивная метафизика занимается исследованием метафизических теорий в соответствии со своими собственными правилами, методами, нормами и стандартами. То есть она не заимствует их у каких-то других наук. Одним из главных регулятивных принципов наивной метафизики является принцип непротиворечивости. И в этом смысле, согласно Хорстону, становится видно, что наивная метафизика стремится на самом деле к чему-то большему, чем к простому описанию метафизической видимости. То есть цель метафизики на самом деле заключается в том, чтобы прийти к пониманию метафизической видимости. И для достижения этого понимания обычно используется логика. А чем же тогда занимается фундаментальная метафизика? Имеют ли смысл внешние вопросы метафизики? Согласно Хорстону, спрашивать, что в наших лучших метафизических теориях соответствует реальности, так же бессмысленно, как спрашивать, какие части математики соответствуют математической реальности. Поэтому Хорстон задается вопросом, не следует ли нам отказаться от той части фундаментальной метафизики, которая касается реального существования. Возможно, метафизика вовсе не нуждается ни в каком внешнем подтверждении. Возможно, стоит позволить наивной метафизике говорить самой за себя. И в этом смысле Хорстон склонен сближать метафизику не с физикой, как это делают другие крупные метафизики. Хорстон говорит о том, что метафизика больше похожа на математику. Да, между метафизикой и математикой есть некоторые различия, которые могут казаться кому-то довольно важными. Например, наивные метафизические теории довольно часто вступают в противоречие друг с другом, в то время как в математике отдельные математические теории обычно никогда не вступают в противоречия между собой. Но Хорстон полагает, что вот эти противоречия не должны... Этим противоречиям не следует придавать слишком большого значения. Поскольку там, где, как пишет Хорстон, две хорошие математические теории, две хорошие метафизические теории противоречат друг другу, они часто позволяют пролить свет на некоторые крайне важные аспекты рассматриваемых метафизических явлений. Наивная метафизика вполне допускает фундаментальную критику своих теорий. Способность или неспособность отвечать на возражения скептиков различного толка можно считать одним из критериев успешности наивно-метафизического исследования. Также, согласно Хорстону, наивная метафизика открыта для вопросов редукции. Более того, редукции могут проливать свет на природу тех или иных свойств и отношений, которые метафизика анализирует. И здесь позиция Хорстона как раз расходится с позицией Файна, поскольку, как я уже говорила выше, Файн относил вопросы редукции в введение фундаментальной метафизики. А Хорстон предпочитает относить эти вопросы в введение наивной метафизики, ну или, по крайней мере, часть этих вопросов. Таким образом, Хорстон подводит нас к тезису, что самая лучшая и самая интересная часть метафизики лежит за рамками фундаментальной метафизики. А вопросы реализма часто, как он пишет довольно метафорически, дают больше тепла, чем света, и зачастую оказываются менее важными, чем принято считать. В качестве иллюстрации этого тезиса Хорстон приводит спор Льюиса и Крипке о существовании других возможных миров. Как пишет Хорстон, подлинный интерес теории возможных миров заключается не в вопросе существования возможных миров, а в той роли, какую данная теория играет в других важных теориях. Например, в теориях сущностных свойств, естественных видов, референции, кондиционалов и так далее. И если бы Льюис и Крипке, как пишет Хорстон, на мгновение отбросили свои разногласия по вопросам фундаментальной метафизики, они бы смогли прийти к согласию по многим вопросам наивной метафизики модальности. Что же тогда делает метафизическую теорию хорошей теорией? Если мы отбрасываем вопросы существования вместе с фундаментальной метафизикой вообще, как мы понимаем, что метафизическая теория была успешной или достоверной? Как мы понимаем, что метафизическая теория достоверна? Хорстон тут предлагает пару критериев довольно бегло. В частности, согласно Хорстону, хорошая метафизическая теория связывает разрозненные метафизические теории неожиданным и глубоким образом. Также хорошая метафизическая теория часто оказывается плодотворной. То есть у нее появляются интересные приложения или следствия, приложимые к различным философским проблемам, особенно к таким проблемам, которые изначально не были в фокусе внимания данной теории. Ну и, наконец, хорошая метафизика позволяет объяснять или дает объяснение того, почему другие метафизические теории оказались неправильными. Но более подробный разговор о критериях, которые позволяют определить, является ли метафизическая теория хорошей или плохой, Хорстон обещает представить в 11 главе в разделе 11.1. На этом заканчивается четвертый параграф. Следующий, пятый параграф, посвящен метафизике математики. А здесь Хорстон очерчивает какой-то алгоритм, наверное, того, каким образом строятся метафизические теории математики. Он начинает с вопроса о том, если математика и метафизика являются равноправными познавательными усилиями, если метафизика и математики являются частью метафизики, если мы должны занять квитистскую позицию в отношении вопросов фундаментальной метафизики, то, чем тогда метафизика математики отличается от самой математики. Значит, согласно Хорстон, различия очевидна. Метафизика математики отличается от математики. Но, тем не менее, метафизика математики отталкивается от математической практики в самом широком смысле слова. Именно в математической практике метафизика математики В математике обнаруживает свой предмет исследования. В частности, в математической практике обнаруживаются различные понятия, которые в математике используются. Например, понятие вычисления, множество, пространство и так далее. Например, метафизик занимает относительно этих понятий наивную позицию, то есть метафизик предполагает, что эти математические понятия действительно отсылают к каким-то сущностям, свойствам или отношениям. Задача метафизики заключается в том, чтобы раскрыть природу этих сущностей, свойств и отношений. Решения этой задачи порождают различные метафизические исследования, результатами которых являются метафизические теории. Метафизическое исследование регулируется нормами, эвристикой и правилами, которые формируются внутри самой метафизики. То есть метафизика не заимствует наборами методов из других наук и из самой математики в том числе. Хорстен декларирует, что будет заниматься наивной метафизикой математики. Это подразумевает игнорирование вопросов существования в первую очередь, за исключением, как он их называет, внутренних вопросов существования. То есть внутреннюю для метафизики. Это также подразумевает отказ от утверждения о том, что метафизика должна заниматься прояснением реального предмета математики или отдельных частей математики. Также это подразумевает отказ от приписывания метафизике репрезентативной функции. То есть метафизика, согласно Хорстену, не должна заниматься формированием общей картины мира и не должна формулировать какое-то общее мировоззрение. Здесь Хорстен также кратко затрагивает вопрос истинности метафизических теорий, поскольку это довольно важный вопрос. Но он отвечает на этот вопрос довольно бегло. Может быть, где-то дальше в книге будет более подробно представлено его рассуждение относительно этого вопроса. Хорстен говорит, что он допускает истинность метафизических теорий, однако об истинности метафизических теорий не следует ни в коем случае говорить в терминах корреспондентной теории истинности. Ну, понятно, раз мы отбрасываем вопросы существования. Сам Хорстен говорит, что придерживается позиции дефляционизма. Так, на этом мы заканчиваем рассмотрение пятого параграфа. Следующий шестой параграф связан с ответом на вопрос о том, как отличить метафизику от псевдонаук. Существует ли какой-то надежный критерий демаркации? Тоже здесь Хорстен начинает издалека, вспоминает Куайна. Куайн считал, что математические теории, которые играют ключевую роль в наших лучших научных теориях о мире, следует считать частью нашей общей лучшей теории о мире. И, согласно Куайну, такие математические теории могут быть объединены в единое связанное целое, которое следует впредь считать настоящей или легитимной математикой. Ну, и в качестве произвольной иллюстрации такой легитимной математики можно привести, например, систему ЗФЦ. Соответственно, все остальные математические теории, которые не вошли в состав этой легитимной математики, вообще не следует воспринимать всерьез, в частности с онтологической точки зрения. То есть объекты всех этих теорий можно автоматически легко и просто отбрасывать, сбросить со счетов, не рассматривать их как существующие. Решительным противником такой позиции Куайна относительно математических теорий выступила Мэдди. Согласно Мэдди, легитимность математики как системы знания вообще никак не связана с тем вкладом, который математика вносит в эмпирические науки. И не может выводиться из этого вклада. То есть, согласно Мэдди, только внутренние методы и стандарты математической практики определяют, что считать математическим знанием, а что нет. В отношении метафизики Хорстон принимает совершенно аналогичный подход. То есть он рассматривает метафизику в полной аналогии с математикой. В соответствии с таким подходом следует признать, что у метафизики, как и у эмпирических наук и математики, тоже есть собственные внутренние стандарты и критерии оценки достоверности метафизического знания. И только эти внутренние стандарты и критерии важны для определения, того, является ли некая метафизическая теория легитимной или нет. А все внешние критерии, все связи с какими-то другими областями знания, то есть с той же физикой, с той же математикой, не имеют никакого значения для определения достоверности, легитимности метафизических теорий. Однако данный подход сталкивается с возражением, которое сформулировала сама же Мэдди относительно математики, относительно математических теорий. Это возражение Мэдди сводится к тому, что внутренние стандарты и критерии достоверности есть не только в физике и математике, они есть и у разного рода сомнительных и псевдонаучных дисциплин. Здесь в качестве примера приводятся две такие дисциплины, это астрология и спекулятивная теология. Должны ли мы тогда считать эти дисциплины системами знаний, такими же, как эмпирическая наука и математика? Мэдди сама же предлагает ответ на это возражение. Ответ следующий. Астрология, в отличие от эмпирической науки, обладает слишком слабой предсказательной силой, а спекулятивная теология, в отличие от математики, не интегрирована в эмпирическую науку. Поэтому астрология является лженаукой, а спекулятивная теология не имеет права претендовать на научный статус. Вот такой ответ Мэдди. Естественно, он не может удовлетворить Хорстона, а поскольку, если этот ответ верен, то метафизика оказывается в одном ряду со спекулятивной теологией, ведь метафизика, точно так же, как и теология, не интегрирована в эмпирическую науку. Поэтому Хорстону нужно представить какой-то другой вариант ответа на изначальное возражение Мэдди. Хорстон, вслед за другими авторами, которые в книге указаны, указывает на слабое место в аргументе Мэдди, в ее ответе на собственное возражение. И это слабое место заключается в том, что Мэдди в своем ответе апеллирует к холизму подтверждения, то есть к позиции Квайна, которую она сама же и критикует. Да, и действительно можно заметить, что вот когда она говорит про отличие математики от спекулятивной теологии, она упоминает интегрированность в эмпирическую науку. Она сама же и критиковала такой способ легитимации математических теорий. Далее Хорстон указывает на то, что из двух представленных в аргументе псевдонаук, то есть астрологии и теологии, метафизика, опять же, он тут использует аналогию с математикой, больше похожа на теологию, чем на астрологию. Астрология в этом смысле, согласно Хорстону, ближе к физике. Ну, то есть, как он размышляет? Астрология похожа на физику, теология похожа на математику. Метафизика похожа на математику, поэтому метафизика похожа на теологию. Поэтому астрологию Хорстон оставляет в стороне и переходит к поиску принципиальных различий между метафизикой и теологией. Я бы не сказала, что он нашел слишком принципиальное различие, но он сам это признает. Значит, различия между метафизикой и теологией Хорстон находит в том, что природа предмета теологии и природа предмета метафизики различны. Ну, предмет теологии – это Бог, а у метафизики могут быть разные предметы. Значит, как пишет Хорстон, в средние века, когда теология еще считалась царицей всех наук, существование Бога считалось самоочевидным. Но с времен средних веков ситуация кардинально изменилась и сегодня уже нет никакой ясности относительно того, соответствуют теологические теории какому бы то ни было феномену или нет. С метафизикой же все иначе. То есть метафизические феномены как бы действительно существуют. То есть метафизические аспекты того, как вещи представляются нам, действительно имеют место. И никто в этом не сомневается. Но Хорстон здесь не исключает возможности того, что в будущем ситуация может измениться и что метафизические феномены в будущем перестанут казаться очевидно существующими. То есть на самом деле различие между предметом теологии и предметом метафизики не такое уж и принципиальное на самом деле. Вот в этом смысле данная часть текста мне представляется слабоватой. Не знаю, может быть я недостаточно глубоко ее поняла. Так, краткое режиме шестого параграфа можно сформулировать следующим образом. И математика, и метафизика соответствуют некоторым явлениям. Ни математика, ни метафизика не нуждаются в онтологической поддержке со стороны эмпирической науки или какой-либо другой науки. Последний, седьмой параграф посвящен математическим моделям. Хорстон подчеркивает, что в рамках его книги значительную роль играют математические модели. Он их активно строит и использует. И поэтому Хорстон считает необходимым ответить на вопрос, какую роль математические модели имеют для наивной метафизики вообще. Но прежде всего он делает оговорку, согласно которой предметом наивно-метафизических теорий являются сугубо метафизические феномены. Метафизические феномены, опять же, в наивной метафизике не принято рассматривать в качестве математических сущностей. Более того, наивная метафизика не занимается вопросами редукции метафизических феноменов к каким-то метафизическим феноменам. Так, нет, я оговорилась. Еще раз, наивная метафизика не занимается вопросами редукции метафизических феноменов к математическим феноменам. Да, прошу прощения. И поэтому математические модели в рамках наивной метафизики могут быть полезными только в том случае, если они отражают структуру каких-то метафизических феноменов. Вопрос о том, хорошо ли некоторая данная модель или класс моделей справляются с этой задачей, решается сугубо философскими, то есть метафизическими методами. Математические модели в метафизике не играют никакой объяснительной роли, они ничего не объясняют. Они предназначены сугубо для того, чтобы описывать математическими средствами, предоставляют необходимую степень детализации структуру интересующих нас метафизических феноменов. Поскольку наивная метафизика стремится обнаружить общие метафизические принципы, которым подчиняются исследуемые сущности, постольку математические модели позволяют достичь высокой степени точности, которая необходима для того, чтобы обнаруживать и формулировать такие общие принципы. Метафизические, математические модели гарантируют такую степень точности, которая недоступна для естественного языка, поэтому они являются полезным инструментом для проведения метафизических исследований. Также анализ математических моделей позволяет лучше понять интересующие нас метафизические явления. Тем не менее, Хорстон подчеркивает, что математические модели никогда не следует смешивать с самой метафизической теорией. Некоторые из метафизических принципов, которые получают свою истинность посредством математических моделей, могут претендовать на звание аксиом теории математической структуры. Но Хорстон подчеркивает, это ни в коем случае не должно привести нас к выводу, что мы тут занимаемся построением математической теории, математической структуры. Нет, структура до Хорстона это сугубо философское понятие, а математические структуры это сугубо метафизические сущности. Ну и, соответственно, они интересуют его только с точки зрения их метафизических свойств. Теория множества, теория категории, хоть и схватывают отдельные аспекты понятия математической структуры, но они рассматриваются сугубо с метафизической точки зрения. Соответственно, Хорстон в этом смысле стремится внести вклад в понимание сугубо метафизической природы математических структур, а все математические следствия его не так сильно интересуют. На этом он заканчивает последний седьмой параграф, и на этом заканчивается вся его вторая метафизическая глава. Отвечу на ваши вопросы. Да, спасибо за доклад. Что, какие вопросы у кого есть? Комментарии? У меня есть вопрос такой, ну, скорее, ко всем прям вопрос по поводу наивной метафизики. То есть я понимаю, конечно, вот это противопоставление, которое Хорстон здесь приводит и заимствует из файна. В частности, там, ну, понятно, вот наивный подход, чем отличается от критического в духе Канта, например, да? Но все равно сложно как-то пока представить, как может выглядеть наивная метафизика, что это такое вообще, как она могла бы быть построена. То есть мы должны как-то наблюдать какие-то метафизические феномены и понимать их наивным образом, буквально принимать как нечто существующее. Как это сделать, мне пока не ясно сейчас сказать. Я бы здесь отталкивалась от его противопоставления поверхностной структуры, выражений научных и глубинной структуры. Вот, например, перед нами есть какое-то утверждение, в котором фигурирует понятие числа, натуральные числа. Соответственно, наивная метафизика будет занимать такую позицию, что натуральные числа – это некоторые сущности, они действительно существуют, у них есть какие-то свойства, они вступают в какие-то отношения, и наивная метафизика будет строить теории, в которых она будет объяснять, что такое натуральные числа, какие у них свойства и в каких они отношениях находятся. Вот так я бы ответила. Ну да, это как бы против онтологической редукции получается. И это, в общем-то, Хорстон отмечает, что наивная метафизика, она не предполагает никакую онтологическую редукцию, что мы должны как бы отказаться от вопросов онтологической редукции. Ну, то есть мы как наблюдаем, получается, математическую практику и берем буквально то, что там находим, даем этому какую-то философскую интерпретацию. Ну да, мы начинаем с этого. Но сам Хорстон считает, что мы не должны полностью отказываться от вопросов онтологической редукции. Да, если мы вот строили, строили наивную метафизическую теорию, в которой объясняли, что такое числа, и вдруг пришли к какому-то противоречию, ну или у нас вообще что-то не получилось с этим, мы можем попробовать применить к числам онтологическую редукцию и свести их, например, к множеству. И дальше начинает строить новую наивную метафизическую теорию множества и посмотреть, будет ли она более непротиворечивой, даст ли она более интересные результаты. Так тут тогда получается вот как раз абдуктивный подход к наилучшему объяснению, против которого он и выступает. Он же говорит, что нам нужно от этой клайновской метафизики в духе поиска наиболее объяснительной теории отказаться. И вот наивная метафизика – это замена для этого подхода. Я бы не сказала, что метафизическая теория обязательно должна что-то объяснять. Она же не математическую практику объясняет, она описывает конкретные сущности. И речь идет о противоречивости или непротиворечивости описания этих сущностей. Если описание чисел, натуральных чисел, окажется вдруг противоречивым, именно с метафизической точки зрения, мы только тогда от него и откажемся. И перейдем к описанию других, более фундаментальных сущностей, редукцию к которым мы приняли. А если нет, то мы так и останемся на уровне натуральных чисел будем строить эту теорию, поскольку она непротиворечива. Он же говорит, что принцип непротиворечивости – он самый главный. Но только эта непротиворечивость, она именно метафизическими методами устанавливается. Ну да, это понятно, но это также вполне укладывается и в квайновскую позицию в следующем смысле. То есть натурализм и прагматизм. В следующем смысле мы берем сначала самое простое. Самое простое для нас – это допустить, что числа на самом деле существуют. Ну, то есть, точнее, тут не говорится, а на самом деле, просто, что числа существуют. Это самый простой вариант. Дальше мы развиваем нашу теорию. Если мы обнаружим противоречие, значит, теория нехорошая. А у нас еще другая ценность есть – это непротиворечивость. Вот, соответственно, мы пересматриваем нашу теорию. И это вполне нормальные, такие абдуктивные ценности, которые, в общем-то, и в квайновской метафизике тоже работают. То есть мы берем сейчас самое простое в качестве объяснения. Ну, здесь, если на объяснение не претендуем, ну, претендуем на описание. Ладно. Но дальше другие ценности начинают работать. То есть наивный подход, получается, это самый простой. Ну, и в этой связи, мне кажется, различие между наивной метафизикой фундаментально несколько, ну, зыбким каким-то. То есть оно как бы вроде бы есть, но при этом вот эта ситуация, когда мы в наивном подходе берем сначала то, что находим в математической практике, вот там есть утверждение о числах, мы говорим, хорошо, числа существуют, начинаем давать им философскую интерпретацию, какое-то метафизическое описание даем их, потом приходим к противоречию и говорим, ага, нет, на самом деле это не числа, это что-то другое. Да, ну, вот это уже фундаментальная метафизика появилась. Мы говорим, что же там на самом деле. Как бы. Насколько я понял, наивная метафизика, она не должна отвечать на вопрос, что же там на самом деле существует. Это вот вопрос фундаментальный, такой критической метафизики. Наивная просто занимается каким-то метафизическими явлениями. А что такое метафизическое явление, вот я не могу понять. Мне кажется, для нас всё является метафизическим явлением, что числа, что множество. И что всякий раз, когда мы такую редукцию, если она нам нужна, осуществляем, мы её осуществляем не к тому, что там есть на самом деле, а к какому-то очередному явлению, то есть, когда мы поняли, что теория, которая говорит о числах, получилась противоречивой и перешли к теории о множествах, мы не сделали вывод, что множество существует, а числа не существуют. Мы просто перешли к другой теории. о другом явлении. Ну, а вот... И то есть мы не говорим... Ну, я хочу вот что сказать. Он ведь говорит о том, что связанность, когеренция, когеренция, она является критерием существования для математики. То есть математические объекты существуют, если они постулируются когерентными теориями. А для метафизики есть критерии существования или нет? Видимо, нет. Критерии существования отсутствуют. Ну, или этими критериями занимается фундаментальная метафизика. А наивная метафизика просто исследует все подряд. Все, что существует, все, что может оказаться несуществующее. Вот. И еще по поводу... По поводу чего? Может быть, по поводу абдуктивного метода? То есть, когда метафизика анализирует математические сущности разного типа, она не пытается сделать вывод о том, о чем на самом деле говорит математика. Ну, и Хорстен часто об этом упоминает. То есть, когда наивная метафизика исследует числа, она... Из этого исследования не выводится тезиса о том, что математика занимается числами. И эти вопросы, вопросы такого типа наивных метафизиков совсем не интересуют. Они просто занимаются себе числами, и все. Если теории о числах оказались противоречивыми, и наивная метафизика переходит к теориям о множествах, она не делает вывод, что математика на самом деле это наука не о числах, а о множествах. Нет, она такого вывода не делает. Она просто занимается себе исследованием множеств. И все. Ну а вот принцип того, что метафизическая теория должна быть непротиворечивой, он играет какую-то регулятивную функцию. Но каков статус этой функции? Ну то есть непротиворечивая теория это хорошо, они желательны. Почему? Только потому, что они непротиворечивы? Или еще почему-то? И соответственно противоречивые теории, метафизические противоречивые теории отбрасываются. Почему? Они непоследовательны. Хорстон там где-то пишет о том, что для построения теории мы используем формализованные языки типа логики. Ну если мы приходим к противоречию, все. Не знаю, возможно мы... Вот, кстати, интересный вопрос. Каков статус логики в метафизике? Получает ли метафизика свои критерии достоверности от логики? Он об этом не пишет. Мне кажется, что имплицитно он это подразумевает. Ну то есть у нас единственный метод исследования, который действительно позволяет говорить о достоверности. Это логика, логический метод. Логический метод запрещает противоречия. Ну какой-нибудь стандартный логический метод. Типа... А почему мы стандартный логический метод берем, а не какой-то экстравагантный, так скажем? Наверное, в экстравагантных логиках какие-то свои ограничения тоже могут быть аналогичные противоречия. Да, то есть ранее противоречивые логики. Он же берет именно почему-то стандартный. Это может, это тоже часть какого-то наивного метода, не зная, что мы подходим к явлениям так, что при их описании у нас противоречия не возникало, а это какой-то наивный взгляд. У него упоминаются логические концепции в порядке примеров, то есть навскидку. Я думаю, что может быть он допускает использование каких-то других логических теорий тоже. Ну ладно, видимо, эти вопросы нужно задать Хорстену на самом деле. И так мы, наверное, и сделаем, если эти вопросы не будут разрешены в конце концов. Так что, какие у кого еще есть соображения, комментарии, вопросы, опять же. Вот, очень жаль, что Дмитрию Владимировичу нужно было уйти. Я думаю, что он бы много вопросов задавал. Вот, ну а раз мы наш набор вопросов, комментариев исчерпали, я думаю, мы тогда можем на сегодня закончить наше обсуждение. Еще раз спасибо за доклад, спасибо за обсуждение, мнение. Вот, и тогда в следующий раз встретимся. Всего доброго. Всем до свидания. тогда. Спасибо.